Что тут есть интересного? Да, здесь очень важно при п-образном расположении кухни соблюсти вот это расстояние. У меня 110 сантиметров, то есть это очень комфортно для работы двух человек, да, никто никогда не спотыкается друг от друга. Плюс, когда мы открываем посудомойку, и вот эти шкафчики, эти дверцы, они не соприкасаются друг с другом, не бьются, и, соответственно, фасады остаются в хорошем состоянии. А что еще есть вот здесь по хранению хитренького? Я вижу выкатные угловые шкафчики, да? С этой стороны полотенчик, бумага. И с этой стороны масло, специи, то есть все, что нужно для непосредственного приготовления пищи на плите. Я смотрю, ты не старалась сэкономить, делая себе кухню, да, потому что все вот эти, ну, какие-то необычные открывания, вот эти угловые выкатные шкафчики, это же все фурнитура, фурнитура, индивидуальный заказ и так далее. Я очень люблю готовить, то есть для меня вот кухня занимает большую часть моей жизни, мне нравится готовить, печь. Вот я очень люблю что-нибудь там, десертики, сладости, печеньки. Мы с дочкой регулярно готовим, да, она сидит с той стороны, да, и мы здесь, и мы там что-то лепим с ней постоянно, поэтому у меня не было желания экономить на кухне, так как это реально практически центр квартиры, да, такой как бы очаг, где все время что-то происходит. Поэтому я ее делала для себя с большой любовью. Пойдем дальше, я хочу спросить у тебя про стулья, про барные. Мало того, что их всегда сложно найти в принципе, ну, такие хорошие, так они у тебя еще и подходят, естественно, и круто очень выглядят. Да, барные стулья iModern, я их выбирала с точки зрения, да, чтобы они поднимались вверх-вниз и начинались с такого полубарного состояния, да, потому что столешница, соответственно, 90 сантиметров, а барная стойка полноценная, она метр двадцать. Вот, плюс у меня ребенок, и мне важно было, чтобы они ездили вверх-вниз и регулировались под нужный размер. Еще хочу обратить ваше внимание на барную стойку, то есть здесь, с этой стороны, где сидят люди, для ног оставлено 30 сантиметров, и, соответственно, со стороны кухни у нас есть доступ к ящикам, их глубина также 30 сантиметров, соответственно, вся столешница получается 60. И в этих ящиках очень удобно хранить бокалею. А, супер. Ну да, потому что они не нужны глубокие. Хороший вариант для экономии, потому что, когда ящики не глубокие, их можно сделать с полкой, и, соответственно, оттуда сзади не нужно что-то доставать, вытаскивая передние ряды. Поэтому не нужны выходные, да, поэтому можно сэкономить на фурнитуре. Да, все верно, то есть выходные не нужны, и, в принципе, очень удобно все влезает. Класс. Колонна отделена еще одним дополнительным листом от основной кухни. Это какое-то дизайнерское решение или это просто для красоты? Так как у нас здесь фасады деревянные, для того, чтобы, в принципе, отделить этот алимент от остальной части, соответственно, он целиком со всех своих сторон в дереве. И вот этот вертикальный профиль, соответственно, для открывания чисто. То есть здесь тоже какие-то там штучки и нижний выдвижной ящик. У меня у всех пакет с пакетами, а у меня ящик с пакетами.